Династия борцов Сараевых переживает новое рождение. Слава идет по стопам своей матери Анны, трехкратной чемпионки России под дзюдо. Девушка начинала свою карьеру в спортивной гимнастике, но после травмы и высокого роста поменяла брусья на татами. И не прогадала. Сейчас она входит в десятку лучших дзюдоисток страны. Чемпионка по Волжии и Самарской области Сараева младшая. Девушка дисциплинированная, скромная, но амбициозная. Я не буду ждать, что я выиграю Олимпийские игры или поеду туда. Если получится, я поеду. На Олимпиаду в австралийский Сидней Анна Сараева ездила в 2000 году. Тогда завоевать медаль не удалось. Зато она успешно выступала на чемпионатах Европы и мира на счету спортсменки бронза и серебро. Закончив соревновательную карьеру, организовала борцовский клуб и занялась тренерской деятельностью. В тот момент она и не мечтала, что когда-то ей придется готовить к соревнованиям под дзюдо и свою дочь. Самое сложное – это работать со своим ребенком. Потому что в первую очередь нужно быть мамой, а во вторую очередь ты уже как бы тренер получается. А тут тренер все равно должен быть настойчивым, он должен требовать, он должен быть жестким для того, чтобы был результат. Соответственно, с мамином немножечко нестыковка получается. Поэтому это очень сложно. Доказать свое право бороться за честь Самарской области на межрегиональных и всероссийских соревнованиях юношам и юниорам нужно на первенстве губернии. По традиции оно проходит в Самаре. В сборной всего 128 мест. За них приехали бороться несколько сотен кандидатов со всех городов и сел области. Команда будет работоспособная, которая готова будет себя проявить и отобраться на финал России. У нас есть кандидаты в сборную команду страны, которые в списках сборной есть. Это Шмидт Андрей весовой категории 73 килограмма, Сараева Станислава, которые в прошлом году уже себя проявили, зарекомендовали. До первенства по Волжье сборная региона проверит свои силы на нескольких всероссийских турнирах. За это время, кроме спортивного, обновится и тренерский состав. С чемпионами в команду придут их наставники. Эксперты уверены, Олимпиада в Токио станет определенным импульсом для самарских борцов по достижению вершин международного уровня. Я думаю, Олимпиада для каждого спортсмена, для каждого любителя спорта – это как отдельный источник энергии. Даже я, наблюдая за Олимпиадой, вдохновился. Я думаю, ребята, которые тренируются профессионально, для них это еще больше мотивация для тренироваться лучше и готовиться к следующим Олимпийским играм. Если не к этим, то к следующим. Пришли молодые ребята, хорошие, перспективные, желающие бороться, побеждать. Победители и призеры областного турнира в октябре отправятся на первенство Поволжья. Юноши разыграют медали в Ульяновске, юниоры в Чайковском, Пермский край. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.